Акбарс Матч начался напряженно и на высоких скоростях. Авангард играл достаточно резко. И уже на 12 секунде получил удаление. Несмотря на большое количество опасных моментов, реализовать его у Акбарса не получилось. Тимур Белялов, фратарь Акбарса, выручал команду даже, казалось бы, в безнадежных моментах. Но, как говорят спортсмены, не забиваешь ты, забивают тебе. После первых двух периодов казанцы проигрывали о мячам две шайбы. По счету видим, что соперник сегодня, к сожалению, сильнее. Но и Акбарс тоже не сдает. Есть третий период. Надеюсь, еще есть шанс исправить все. Надеемся на победу, да? В третьем периоде казанскую команду словно подменили. На 20-й секунде Акбарс забивает и сокращает разрыв. А за 8 минут до конца основного времени Кирилл Адамчук сравнивает счет и переводит игру в овертайм. Бросок заблокирован. Будет ли добивание? Гол! Точку в этом матче поставил Вадим Шипачев на седьмой минуте. Вот он победный гол. Рев трибун и радость игроков. Акбарс в финале Кубка Гагарина. Эмоции переполняет еще. Сейчас хочу разделить такой прекрасный момент, с ним стоит. Акбарс одолел принципиального соперника. Омский авангард переигрывал казанцев последние два года. В 1-й восьмой финала Кубка Гагарина в 2022-м и в полуфинале в 2021-м. Многие болельщики считают, выход в финал главного хоккейного турнира страны – заслуга тренера команды Зина Тулы Белелединова. До его назначения Акбарс занимал седьмую позицию в турнирной таблице. Сам же тренер на это отвечает скромно. Выполняли игровое задание и прочее, но они с пониманием все это делали. Это очень важно. Что они хотели. А мы тренеры помогали. Мы играли против очень сильной команды и, к сожалению, уступили. Мы сейчас в финале играем, ребят. И все у нас еще впереди, мужики. Поверьте. Если в восточном дивизионе победитель уже определился, то на Западе продолжается упорная борьба. В серии игр СКА и ЦСКА счет 2-2. Кто станет соперником Акбарса, узнаем на этой неделе. Финал Кубка Гагарина стартует в понедельник, 17 апреля. Иван Сарафанов, Ленар Хузи Ахметов, ТНВ, Казань.